МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Продолжим сегодня нашу обувную историю. Похоже, что происхождение и первоначальное развитие бытовых вещей определялось их практической значимостью. Но со временем всякая вещь приобретала в культуре человечества символическое значение, в том числе и обувь. И чем дальше мы будем продвигаться по историческому пути обуви, тем более заметным станет ее зависимость от эстетических идеалов, дизайнерских находок и практических усовершенствований. Хотя при этом символическая значимость обуви не исчезает вовсе. С древних времен по обуви можно было определить положение человека в обществе. Мы уже видели с вами, что в средние века, например, длина туфель отражала знатность их владельца. Чем длиннее туфли, тем выше социальный статус их обладателя. Такая обувь не только украшала человека, но и свидетельствовала о том, что физический труд – не его призвание. Со временем не только практические особенности, но и новые символические черты начинают разделять обувь по новому признаку – на мужскую и женскую. Первоначально таким образом обувь практически не различалась, ну, разве что размером. Однако со временем женская обувь становилась изящнее, чем мужская. В Китае преобразовали саму женскую ногу, превратив ее, по сути, в туфлю. Ноги девочек, запеленутые тугими бинтами, постепенно деформировались и превращались в 10-сантиметровые, так называемые, лотосовые ножки. Такие миниатюрные ножки обували в мягкие туфли, своего рода чехлы, которые никогда не снимались. Поэтому нога действительно сливалась с туфлей в единое целое. С европейской точки зрения это было практически уродством, а вот с китайской именно такой корсет для ноги и делал женщину настоящей красавицей. Лотосовые ножки определяли семенящую походку, при которой фигура, как полагали в Поднебесной, покачивалась словно ива. Существовали даже градации искажения ступней, и от этого зависел престиж невесты, так как считалось, что даме из приличного общества категорически не следует ходить самостоятельно. Это бессилие, неспособность передвигаться без посторонней помощи являло собой, по литературным свидетельствам, одну из привлекательных черт китайской женщины. А вот здоровые, то есть недеформированные ноги ассоциировались с крестьянским трудом и подлым происхождением. Истоки китайского бинтования ног, как, впрочем, и иные традиции китайской культуры, восходят к глубокой древности. По преданию, некая придворная дама, а звали ее Ю, была прекрасной танцовщицей. И однажды она заказала себе туфли в виде золотых цветков лотоса, а размером они были всего в пару вершков, то есть около 10 сантиметров. И чтобы влезть в эти туфельки, изящнейшая Ю забинтовала себе ноги кусками шелковой ткани. И так танцевала. Ее мелкие шажки и грациозные покачивания стали легендарными и положили начало традиции лотосовых ножек. В Европе отличительной чертой женской обуви, меняющей походку и придающей женщине своеобразную грацию, стали каблуки. Хотя начал каблук свой путь, как элемент обуви мужской. Ведь сапог с каблуком более надежно крепился в стремени. Впрочем, у женского каблука, кроме рыцарского сапога, был и другой предшественник – обувь на платформе, делающая человека выше ростом. С этой целью подобную обувь носили во время спектакля еще актеры в Древней Элладе. Использование обувной платформы было также распространено в Китае и Японии. Такая платформа из-за отсутствия пластичности и прочих неудобств затрудняла походку, что делало женщину более грациозной. Словом, не мытьем, так катаньем дрессировалась особая женская грация. В Европе обувь на платформе вошла в моду в 15 веке. Первыми носить такие туфли стали венецианские дамы из патрицианских семейств и кортизанки. Практические мотивы появления высокой обуви именно в Венеции были понятны. В туфлях на платформе можно было передвигаться по высокой воде, не замочив ног. Но вскоре эти высокие туфли обрели символическое значение. Чем выше была их платформа, тем более высокий статус имела их обладательница. В эпоху Ренессанса мода на такие туфли распространилась по всей Европе. Высота некоторых из них впечатляет от 14 сантиметров до 60. Передвигаться на подобных ходулях было возможно только при помощи слуг или кавалеров. Создание современного женского каблука часто приписывают супруге герцога Орлеанского, впоследствии короля Франции Генриха II, Екатерине Медичи. Екатерина была низкорослой, поэтому, желая быть подстать своему высокому жениху, для свадьбы в 1533 году она заказала во Флоренции туфельки. И только в конце 17-го, начале 18-го века в моду вошли изящные легкие туфельки на высоких каблуках, сделанные из бархата, шелка и парчи. Очень быстро каблуки достигли такой высоты, что дамы могли ходить на них, только опираясь на трость. Но в то время высокий каблук еще не стал атрибутом исключительно женской обуви. Его носили и мужчины. Как и в случае со средневековыми длинными носками туфель, роскошь высокого каблука могли себе позволить только люди из самого высшего общества. Изгнала этот символ социального неравенства французская революция 1789 года. Но к 40-м годам 19-го столетия мода на каблуки постепенно возвращается в Европу. К этому времени главным типом женской обуви становятся лодочки. Глубоко вырезанные туфли без застежек, в которые нога может легко проскользнуть. Они могут быть на каблучках, а могут и обходиться бизонах. Подобные туфли-лодочки одна из самых популярных и востребованных моделей во всем мире и сегодня. В середине 19-го века на улицах европейских городов появились дамы, обутые по случаю непогоды в сапоги, доходившие им до колена. Сапог плотно облегал ногу, четко обрисовывая ее линией. Наверху у колена крепились украшения в виде бантов и лент из черного и золотистого шелка. Как мы видим, мода на подобные сапоги также сохранилась до наших дней. В 19-м столетии самым популярным каблуком был каблук-рюмочка. Конечно, рюмочка постоянно менялась. Она становилась то выше, то он точалась к низу, а то и вновь превращалась в ровный каблук. А в середине 20-го века в дамской обуви произошла настоящая революция. Появился каблук-шпилька. Кто именно придумал такой высокий и тонкий каблук, точно сказать невозможно. А вот в мир высокой моды его вывели два великих дизайнера. Итальянец Сальваторе Феррагамо и француз Роже Вивьер. В 12-сантиметровых шпильках от Феррагамо красовалась Мерлин Монро и другие голливудские актрисы. Заказчиками Роже Вивьера были и английская королева Елизавета II, и иранская Шахини Фарах, и актрисы Лиз Тейлор и Софи Лорен. А в 1957 году модели дома Диор первыми вышли на дефиле на каблуках от Вивьера. После того, как женщины прочно встали на высокие каблуки, полет фантазии дизайнеров уже ничем не сдерживался. В моду входили то высокие каблуки, расширяющиеся к низу в форме рюмки, то колоннообразные, то кленовидные. А знаменитый французский обувной модельер Андре Перруджа создал дамские туфли с высоким подъемом, но вообще без каблука. Как говорил один московский стилист, сошла с каблука, сошла с дистанции. Да, похоже, что высокий каблук – это своеобразный пьедестал, на который водружена женская грация. И удержаться на этом пьедестале всеми силами дамы стараются как можно дольше. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok